Бензи! Мы все любим Бензи! 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 Играет свет! Ничего не получается. Я только что пытался играть в игру Monster Trucks Wars. Это то есть война чудовищных монстров-грузовиков для приставки Game Boy. Но совершенно забыл, с вами по-первых поздороваться, а во-вторых объявить, что в эфире очередной выпуск программы «Новая реальность». Сегодня вы увидите. Суперпопулярный и супердолгожданный суперметроид. Гонки на чудовищных грузовиках, баскетбол, шахматы, таинственные восьмивитные игры, боксерские поединки, азартные развлечения и все, что с ними связано. Как обычно, давайте начнем с самого простого. С восьмивитных игрушек для приставки Dendy Junior или Dendy Classic. Сегодня у меня есть, как обычно, три игрушки. И, вы знаете, мне очень стыдно, но я название знаю только одной. Вот этой. Потому что тут нарисована девушка с кием. А если вы видите где-нибудь девушку с кием, можете смело быть уверены в том, что это бильярд. В других местах девушки с кием не ходят, только там, где играет в пул, снукер или нашу русскую пирамиду. Здесь пул. Пул по-английски прежде всего бассейн. Но и также называется очень популярной во всем мире и становящейся все более и более известной в нашей стране игра на бильярдном столе. Наверное, потому что лузы, то есть дырочки, куда падают шарики, очень большие, здоровенные, как пруд или бассейн. Смысл этой очень простой. На столе 16 шаров, 8 из них полосатых, 8 цветных. Ваша задача забить все полосатые или все цветные шары одним белым шариком, так называемым битком. При этом вы можете инотрировать чудеса ловкости и математической смекалки. Но не обольщайтесь, компьютер все равно умнее вас. Поэтому играть в эту игру лучше со своими товарищами или родителями. Ух, их-то вы обязательно обдуйте. Для игры в компьютерный пул не нужно ни кия, ни мела. Главное, это меткий глаз и приблизительное представление о геометрии и главное, о физике. Помните, угол падения всегда равен углу отражения. Обратите внимание на эти каракули. На самом деле, это никакие не каракули, а просто китайский язык. И таких надписей мы можем видеть на каркаджах огромное количество. Посмотрите, вот две остальных игры, которые я для вас приготовил, тоже на китайском языке. Когда я включил эти игрушки, я там тоже ничего по-английски или по-немецки не нашел. Поэтому названия этих игр для меня остаются тайны. Остаются они тайны и для вас, если вы не придумаете сами свои названия. А сейчас давайте внимательно посмотрим на эти обложечки, чтобы запомнить, о каких играх сейчас пойдет речь. О чудо! На обратной стороне картриджей все-таки попались знакомые буквки. Одни русские, другие английские. Ну, русские буквы мы оставим. Здесь вы, наверное, все прекрасно знаете, что написано. А вот здесь на этом остановлюсь особо. Читаем. Caution написано здесь. Это значит, внимание, предупреждаем. Что здесь написано? Не хранить в условиях экстремальных температур. То есть, очевидно, не нужно картриджи класть в морозилку, не нужно их вешать за окно или хранить их в духовке, когда бабушка печет пирог. Не нужно погружать в воду. Не погружайте в воду, написано. Я знаю, что многие из вас любят мыть свои картриджи мочалочкой и мылом. Некоторые даже берут их с собой в ванну и играют с ними, как с корабликами. Этого делать не надо. И еще одна строчка. Не чистить бензином, растворителем, алкоголем и другими растворителями. Вот понимаете, иногда папа придет с работы, усталый уже, и ну давай чистить ваши картриджи бензином, растворителем, ну и еще, не дай бог, алкоголем. Этого делать не надо, дорогие папы. Надо просто брать картридж и вставлять его в приставку. Эта игра тот самый случай, когда из 8-битного процессора выдавили буквально все до последнего бита информации. Действительно, посмотрите, как великолепно движется герой, насколько эта игра похожа на 16-битную игру «Шиноби» и на 16-битный же «Аладдин». Ну, «Принц Персии» вообще отдыхает. Такой музыки и фанов я в «Принце Персии», конечно же, не видел. Вы, наверное, со мной согласитесь. В игре много секретов, различных ловушек, засад и подставок. Чего стоит один кровавый осьминог, запертый в этом ящике, который, правда, нашему герою совершенно не вредит. А герой наш, храбрый ниндзя в синих штанах и синем свитере, отправляется то ли родину свою спасать, то ли, наоборот, невесту. В этом ему очень сильно помогает меч и различные шурикены, которые он кидает справа налево и слева направо. А мешают, конечно же, враги от пауков до ниндзей в красных штанах. Что касается надписей на картриджах и вообще всяческих предостережений, то китайцы и американцы далеко шагнули, гораздо дальше, чем мы. Естественно, что все эти предостережения для вас просто глупость. Никто никогда не бросает пауков в воду, никто не пытается его чем-либо протирать вообще. Вот. И образец этой глупости для меня инструкция на зубной пасте. Я немножко отвлекусь от темы нашей программы. Когда на американской зубной пасте я прочитал, возьмите тюбик в правую руку, откройте крышку, а потом медленно и аккуратно сдавливайте тюбик с заднего конца, пока спереди не появится колбаска пасты. Вот такая инструкция по пользу зубной пасты. После этого я ни одни инструкции, особенно американские, не читаю. Все стараюсь сообразить сам, своей головой. То же самое я знаю, делаете вы. Да еще, к тому же, вы не знаете никакого языка. Я практически в этом уверен. Но и это вам не мешает бороться с китайскоязычными игрушками. На очереди третья. На обложке ее нарисована испуганная семья подростков. Давайте посмотрим. Подростки только на картине испуганные. А в игре представители ребячьего войска совершенно бесстрашны и, можно сказать, даже героичны. Посмотрите, как ловко получает мышь в челюсть, и герой отправляется дальше. Игра эта дикая смесь семьи Адамсов, Тома и Джерри, и в чем-то, наверное, даже Марио. Смысл ее очень простой. Товарищи-друзья нашего героя попали в западню и в засаду. Что же делать? Как быть? Можно сеять, сложа руки, и делать вид, что ничего не произошло. А можно смело сражаться с полчищем мышей, которые, погибая, оставляют после себя в качестве доброй памяти, очевидно, вот такие симпатичные бомбы с бигфордовым шнуром. Если удачно подставить бомбу под дверь, она взрывается, дверь вылетает, а за ней различные секреты. Вот вам, пожалуйста, результат. Ключ получен. Вперед к новым приключениям. Как не жаль мне расставаться с моим излюбленным 8-битным форматом, но мне это придется сделать так или иначе. Четверть нашей программы уже позади, а, как вы знаете, мы строим наши передачи таким образом, что стараемся рассказать обо всех ныне существующих игровых системах. То есть о 8-битной Dendy, о Game Boy, о Sega и о Super Nintendo. Пока это все. Это действительно пока. Потому что очень скоро, и я сейчас об этом вам только намекну, даже не буду ничего не показывать, не рассказывать, хотя у меня здесь все это уже имеется. Очень скоро на рынке видеосвещений появятся две очень интересных игровых системы. Одна из них будет называться Ultra 64, а вторая будет называться Virtual Boy. Вот это пока все, что я могу вам сказать. Да и то, наверное, я уже выдал какую-то тайн. Но, не знаю, как пойдет. Переходим в 16-битный формат. Когда я был маленьким, таким, как вы, у нас в школе нельзя было играть в карты. Сегодня в карты играют в школе, в детских лагерях, и никто никого за это не ругает. Наверное, потому что сегодня никто не играет на деньги. Телевизору вовсю рекламируют игру Сотка, которая у нас в детстве называлась Расшибалка. За нее тоже били по башке. Поэтому мы решили не отставать и рассказать вам сегодня об игре, которая более будет интересна, конечно, вашим родителям, чем вам. Но и вам может пригодиться, потому что она развивает логическое мышление, она развивает память. Это Цезарь Спалс. Дворец Цезаря. Так называется эта игрушка. И так называется самое большое и самое яркое, самое богатое казино в Лас-Вегасе, в Америке. Здесь вы не найдете ни стрелялок, ни драк и ничего из того, что вы любите. Зато здесь есть покер, blackjack, известный нас более как очко, однорукие бандиты, рулетка и множество других очень азартных казиношных игр. Я уверен, что вы еще ни разу не были в казино. Я открою вам большую тайну. Я тоже ни разу в казино не был. И очень вам советую туда никогда не ходить, потому что это добром не кончается. Много есть примеров людей, которые ходили в казино просто так посмотреть, потом начинали играть понемножечку, а потом, потом все проигрывали, начинали занимать деньги, воровать и все, пропащие люди. Поэтому лучше ограничить свой интерес к азартным играм вот этим картриджам. Уграя у вас этого вполне достаточно. Посмотрим, на что годится дворец Цезаря. Римские императоры, да и вся Римская империя, как вы знаете, была полна разных пороков. И азартные игры один из главных. Вы попадаете в дворец Цезаря и выбираете рулетку. Посмотрим, что произойдет. Я ставлю на красное. Долго объяснять правила рулетки, но вкратце. Вы ставите на число, на колесе выкатывается шарик, и если не попадает на число или цвет, вы проиграли. Вот видите только что, шарик оказался на черной цифре 10. Значит, все, что мы поставили с вами на эту цифру, сгорело, перешло в доход казино. Теперь ставим на первую дюжину, на цифры с 1 до 12. Внимание. Боже мой, зеро. И снова пройгыш. Нет, рулетка надоела, отправимся к одноруким бандитам. Так называются в мире автоматы для игры. Мы пытаемся поиграть в покер, но с ужасом замечаем, что надпись Game Over не позволяет нам этого сделать. Нету больше монеток, все проиграли на рулетке. Если в настоящей жизни после такого неприятного события обычно бегут топиться в пруд, в мире новой реальности, достаточно просто нажать кнопку Reset. И все начнете сначала. Что может быть лучше, погожий летний вечерок, сесть с бабушкой или с дедушкой и сыграть в Black Jack. Или перекинуться в покерок. Правда? Ну, если вы любите и карточную игру, и вообще вам интересно то, как происходит взаимоотношение мастей и королей, валетов, дамп, то вам понравится эта игрушка. Если вы это не любите, я вам ее даже не советую открывать. Следующая игра в формате Sega, совсем другого рода. Все примечательно в этой игре, начиная с названия фирмы-изготовителя. Electrobrain называется эта компания. Электрические мозги. Ну, а сама игрушка никакого отношения к мозгам не имеет, а скорее совсем даже наоборот. Называется она «Боксерские легенды ринга». Эта игра примечательна прежде всего тем, что играть в нее, как вы догадались, можно и одному, и вдвоем. Вот что самое ценное вообще во всех компьютерных игрушках. Не одному сидит икать кнопки, а с товарищем или с родителями. Так вот, эта игрушка позволяет вам очутиться на месте самых знаменитых, самых известных, самых сильных боксеров мира. И встретиться с ними в смертельной, иногда даже кровавой схватке. Давайте посмотрим, как выглядит бокс концепции компании Electrobrain. Лихо я картридж засовываю, правда? Засунуть лихо картридж – это только полдела. Все главное начинается после. Послушайте, какие именно Мухаммед Али, Джонни Холифилд, Теофилла Стивенсон. Узнаете, это действительно настоящие легенды бокса. Из огромного списка героев вы выбираете себе одного и пытаетесь победить своего соперника на ринге. На раунд вам дается три минуты, как в настоящем боксе. А что произойдет за эти три минуты – это уже ваши проблемы. Удар и, кажется, нокаут. Давайте послушаем, до какого счета досчитает рефери. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все, готов, голубчик. Божественно. Очень хорошо, что к этой игре прилагается огромный постер с изображением легенд Ринга. Правда, в суматохе съемок постер у меня куда-то исчез. Но я его потом найду и обязательно вам покажу. И третья игра для приставки Sega – это огромное коробище с потрясающей смертельной надписью. Lethal Enforcers. Называется она «Смертельные усилятели». Вот такая игрушка. Там не только картридж, как вы догадались, но там еще и… Да-да-да-да-да-да. Там еще есть и пистолет. Вот этот огромный пистолетище. Смотрите. До этого додумалась, как вы понимаете, фирма Konami. Причем додумалась в 93-м году. Совершенно свежий релиз. И к этому пистолету обязательно нужно стреляльный картридж. Иначе, если вы пытаетесь играть пистолетом, скажем, в игру «Адамс Фэмили», то у вас долго, а, скорее всего, никогда ничего не получится. Поэтому втыкаем пистолет в приставку, картридж туда же и огонь! На рынке так называемых интерактивных или игр взаимодействия все началось с восьмибитных стрелялок. Помню, как сам в детстве нажимал на кнопки в игре «Утиная охота» для приставки Nintendo. Тогда она еще была восьмибитная. С другой стороны пропасти — суперинтерактивные, настоящие киношные игры системы 3DO. Panasonic. Ну, а Сеговская стрелялка где-то затесалась между этими двумя краями. Вы попадаете в банк. На банк напали террористы. Что вам остается делать? Вот, что только стрелять. Ну, естественно, не в мирных женщин в синих платьях, а вот в этих вот, да, вот в этих самых негодяев. Помните, что каждый неубитый вами негодяй автоматически попадает в вас. И у вас в голове образуются такие вот красные дыры, как на экране. Давайте посмотрим. Сейчас обязательно такая дыра образуется. Вот, видите, это попадание в вас. Несколько таких попаданий, и все. Замечательная игра для тех, кто любит играть в войнушку. Я в войнушку играть люблю не очень, поэтому есть для меня игрушки и получше. Но вам, конечно, понравится. Естественно, не очень, знаете, что понравилось? Помните, в прошлый раз я ругал какую-то американскую фирму, не помню уже, Konami, кажется, за то, что они написали на карпидже Костливане The Bloodlines, Кровоподтеки. Об этой игре я рассказывал в прошлой программе. Написали, что в нее могут играть все. От мала до велика. То есть General Audience. Для буквы GA. Сегодня я вижу на этой коробке вот такую надпись. Тут написано «Совет родителям». В общем, написано «Играть можно всем, но некоторые сцены не слишком подходящие для очень маленьких детишек». Спасибо вам огромное, дорогие специалисты фирмы Konami. Во-первых, исправились. А во-вторых, у вас появилось чувство, что действительно, когда на экране очень много крови, маленьким ребятам это может не понравиться. С нежностью и трепетом беру в руки вот этого малыша. Это геймбой. Это не приставка, это игровая система, которая умещается в вашем кармане. Сегодня уже этой штукой никого не удивишь. Я уверен, что и в вашем лагере, и даже в вашей деревне найдутся парочка счастливчиков, в которых этот геймбой есть. И вот вы все ходите за ними табунами и говорите «Дай, поиграй, дай, поиграй, дай, поиграй». Ну, что ж, такая вот уж судьба у вас. Видно. А сегодня я расскажу о трех игрушках для геймбоя. Причем расскажу о них сразу, как это мы уже стали делать довольно давно, чтобы не отвлекать вас от, так сказать, сути. Итак, три игры сегодня к вашим услугам. Это The Chess Master, Гроссмейстер. Это NBA Jam, баскетбольная игра. И последняя, та, с которой я начал нашу передачу, кстати, и в которую у меня никак не получается играть. Она называется Monster Truck Wars. Войны монстров-грузовиков. Начнем с баскетбольной игрушки NBA Jam. National Basketball Association. Так переводится и расшифровывается эта аббревиатура NBA. Ну, а джем в английском языке имеет множество названий. От варенья до пробки на дороге. Тут, наверное, и то, и другое. Такая вот сладкая толкотня на площадке. Для меня немножко мелковата, но это, наверное, проблемы возраста уже. К вам они никакого отношения не имеют. The Chassmaster, несмотря на громкое и величественное название, это обыкновенные шахматы. Ну, обыкновенными их можно назвать только с легкой натяжкой. Дело в том, что не ограниченные никакими графическими и мультипликационными задачами, создатели игры все свои мозги, и не только свои, а мозги великих кроссмейстеров мира, вложили в эту маленькую игру. Все из вас полюбят шахматы, обязательно полюбят Chessmaster. Если ваш папа работает на грузовике, молите Бога, чтобы он никогда не участвовал вот в этих самых гонках чудовищных грузовиков. Огромные скорости, потрясающий стереозвук и, конечно, море опасностей. Ну, а вам на геймбое ничего не грозит. Труднее всего дается мне управление этими автомобильчиками, потому что, когда оно же поворачивает налево, я почему-то поворачиваю направо. Ведь игра не плоскостная, а как бы сверху. Поэтому нужно очень четко представлять, куда крутить руль, находясь внутри кабины этого маленького грузовичка. Может, потому что я уже взрослый, и очень трудно представить себя там внутри. Может быть, у вас это получится лучше. Спасибо приставке Super Game Boy, она хорошо поработала. Все вы знаете, что это такое. Да, это приставка, которая позволяет проигрывать маленькие геймбойские картриджи на большой взрослой приставке Super Nintendo. И позволяет экономить вам деньги, которые вы могли бы потратить на большие картриджи. К которым мы сейчас непосредственно и переходим. Итак, 16-ти битный формат, самый лакомый куточка нашей программы – Super Nintendo. В 16-ти битном Super Nintendo у нас сегодня два хита. Причем один, о счастливце, вы сегодня увидите впервые. И сразу задрожите всем телом, и сразу обладание этой игрой станет самой главной вашей мечтой. Вот о чем я говорю. Да, 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 это Супер Метроид. В шести гигантских уровнях этой игры унестилось 24 мегабайта памяти. 24 мегабайта – это примерно половина объема всей памяти, кроме простенького 286-го компьютера. Представляете, какая прелесть? Причем, для того, чтобы играть в эту игру, нужно действительно обладать недюжинным умом, смекалкой, интуицией и, бог знает чем еще, воображением. Наверное, я не успею рассказать об этой игре сегодня подробно, поэтому в следующей передаче я хочу вернуться к ней вновь. Давайте посмотрим, о чем же я так долго и не очень интересно рассказываю. Когда я вставил этот картридж в приставку, я с ужасом понял, что могу играть в Супер Метроид всю жизнь. Описание этой игры занимает целых 72 страницы плотного текста, а чтобы дойти до конца, мне понадобится, наверное, целый год, а может быть и больше. Так что я хорошенько подготовлюсь, разыщу все секреты и в одной из ближайших программ очень подробно и долго расскажу вам об этой игре. Не пропустите. Ну что ж, все. Ребята мои дорогие, дорогие мои ребята, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я не успел вам рассказать об игре NHL 95 «Хоккейная игрушка», но так как у нас с вами сейчас лето, которое заканчивается уже скоро, увы, то игра хоккей не актуальна. Сейчас бегите на улицу, сыграйте, плавайте, купайтесь, играйте в футбол, мало смотрите телевизор, ну, конечно, нашу передачу не пропускайте. Пускайте до встречи ровно через неделю. Пока, а с этой игры я начну нашу следующую программу.